Доброе утро, шоу всем подъем продолжается. Фотопроект нашего телеканала «Я родом из Астрахани» подхватит в других регионах России. Его идея настолько понравилась гильдия межэтнической журналистики, что ее возьмут за основу и запустят по всей стране. Так что же представляет себя наш фотопроект? Рассказываем. Представители СМИ облачаются в этнокостюмы, принимают участие в тематических фотосессиях и обращаются к своим национальным корням. Подробнее об этом ярком проекте расскажет генеральный директор телеканала «Астрахани-24» Динара Межитова. Динара Анахмедовна, доброе утро! Доброе-доброе. Как настроение? Как всегда, отличие. После таких побед и после того, как наш телеканал отметили наш яркий вклад в этот проект, я думаю, настроение будет еще выше и еще круче. Скажите. Это на самом деле яркая работа, хорошая идея, которая объединяет не только журналистов телеканала, а в данном случае представителей СМИ в нашем регионе. А расскажите о проекте, потому что я уверена, что есть те, которые бы захотели принять участие, и совсем скоро, наверное, звонки в нашу редакцию просто оборвутся, потому что здесь действительно крутая. В данном случае, представляя именно гильдию межэтнической журналистики, руководителем астраханского отделения, которого я являюсь, возникла такая идея. Когда мы говорим о единении, единстве прежде всего, и мы понимаем, что мы представляем на самом деле один из самых многонациональных регионов нашей страны, и он действительно входит в эту тройку наиболее ярких по степени многонационной политичности. А еще? Москва. Так. А еще? Я не знаю, честно. Ну-ка, Юр, давай. Гадаем? Петербург. Нет. Нет, ну на самом деле это один из наших соседствующих регионов. Это республика Дагестан. А-а. Садись, Мухамбаева, три. Вся особенность состоит в том, что когда мы пытаемся заявить о какой-то идее, продвигать какие-то мысли, мы всегда только с помощью лозунгов работаем. Я сторонник того, что начинать надо с себя. И за эти несколько лет в Астрахани сформировалась хорошая команда, на самом деле, представителей медиасферы, которые понимают важность, на самом деле, всей государственной национальной политики. Ведь наша страна уникальна, в ней 193 народа, и все они, так скажем, составляют одну единую российскую нацию. Так вот, жители других регионов порой не знают о том, что есть представители казахской национальности, туркменской. И что, вот как мы говорили, туркмены, например, в Астраханской области являются коренным населением. То есть, а мы порой не знаем о том, что есть чуваши, там, ну, может быть, башкиры, к примеру, говорю, да, и о том, что в Удмуртии какие народы проживают. А на самом деле это всего-то недалеко. Это регионы по Волжии, я так скажем. Ну, к примеру, чуваши входят в семерку, в тот список народов, численность которых превышает 1 миллион, например. Да, то есть очень много интересных особенностей. Наша страна настолько огромная, настолько интересна. Каждый из нас является носителем такого уникального кода национального. Так вот, астраханцы, я считаю, наверное, не просто так эта идея пришла именно в Астрахань, нам в голову по той причине, что, наверное, наша национальная самоидентичность – это астраханцы. Астраханец, астраханка. У нас действительно такой огромный микс культур, и мы настолько нормально и естественно воспринимаем те же самые беляши, кайнары. Да, то есть мы настолько легко относимся, к примеру, к пирогу с капустой, это настолько естественное начало, и тот же хинкал. Мы такое огромное хитросплетение, многообразие культур, что, наверное, это абсолютно нормально, что это все началось с нас. Вот, наверное, так. Ну, и тем не менее, фотопроект был... Очень яркий. Да, и такой он большой, мы просто посмотрели фотки, и я даже не поняла, где это фотографировались люди. То есть мы... Как выбирались локации? Костюмы, образы? Человек, который столько национальности. Это же немаленько работают. Идея была изначально в том, чтобы не просто облачиться в национальный костюм, а встать, так скажем, на циклораме и сделать фотографии. Хотелось погрузиться в определенный художественный или исторический образ, присущий или нашему региону, или стране. И получается так, что, например, Ния Тапурия, как представитель гинокода двух народов, она выбирала себе свои образы. Например, Галина Белолипская, заведующая кафедрой журналистики, она выбрала образ Кустодиевской купчихи, да, посмотрите, там абсолютно астраханские такие элементы. Наталья Яралова, ну, я сейчас называю уже представителя телеканала, то есть она увидела себя, почувствовала свои армянские корни. То есть я, естественно, как представитель татарского народа, я увидела себя, например, в образе, там, ну, грубо говоря, Симбекена. Я, как дочь, ну, назовем татар, представителя астраханских и казанских, я вот считаю в себе, во мне есть такое хитросплетение, и я вот таким образом представляла. Очень интересно Максим Терский себя представил, это надо будет смотреть фотопроект и подумать, кем он себя видит. Сейчас покажем фотографию Максиму Терскому, может быть, кто-то готов свои... У меня вопрос, ну, мы покажем, как бы, а выставка где-то будет, где-то можно посмотреть, да, воочерк. В Крымпланах, конечно, были одни мероприятия, но ограничительная ситуация, да, в связи с эпидемиологической обстановкой, она накладывает свои ограничения. Поэтому мы этот проект, на самом деле, начнем распространять, ну, в онлайн формате, в сети, я думаю, что он так получит наибольшее распространение. Нам очень хочется, чтобы не просто все то, что мы приурочили к Дню народного единства, и мы начали прежде всего с себя, нам очень хочется, чтобы как можно больше представителей журналистики присоединились к этому проекту, и этот опыт мы смогли транслировать на другие регионы. На самом деле, он интересен очень многим, уже очень многие заинтересовались. Вдохновились уже этим проектом. Даже я теперь захотела найти какой-нибудь интересный костюм национальный, сфотографироваться. С царицей какой-нибудь. Одна юрмейская цена, ну, конечно, нет такого костюма, правда, что в Астрахани шить придет сама. Но самое главное, я хотела сказать, что в Астрахани проходил конкурс «Миротворец». Это конкурс журналистских работ на межэтническую тематику, и спецприз именно за этот фотопроект получил телеканал «Астрахань-24». Я думаю, все хлопают. Это действительно гордость, потому что хочется поблагодарить в этой ситуации именно работу организационного характера, редакторскую, продюсерскую группу, которые действительно продумывали все до локации, организовывали. И второй момент, очень хочется поблагодарить фотографов, то есть это и Руслан Кондрашин, Диана Арье, за вот их просто человеческий, безвозмездный вклад и их интерес к этому проекту. Ну, проект действительно интересный. Вот, Юр, вот кто ты? Я? Купец? У тебя вообще фамилия Ашаев. Ашаев, я... Несмотря на то, что у меня корни вроде бы русские, Ашаев, это больше татарская. Аша кушать, да, по-моему, по-татарски, не ошибаюсь. Ну, это да, тюркская. Да, и мне надо разбираться. Ну, я не попуты и выпишу. Динар, вам огромное спасибо. Спасибо большое. Я надеюсь, что, так как проект получает все-таки возможность транслироваться онлайн, я надеюсь, астраханцы нас точно подхватят и продолжат этот проект уже хотя бы вокруг нас, вокруг астраханцев. Всем доброго утра.